И еще вопрос по поводу недвижимости. Очень просят бизнес-план. Я обещаю, что на следующей неделе я сделаю пример на одной квартире. Я думаю, что мы как раз купим нашу первую квартиру и покажу вам расчеты, что можно заработать с этой квартирой. Я уже рассказывал, что покупается квартира, потом делается ремонт, квартира выставляется на продажу с ремонтом. И пока она стоит выставлена на продажу, квартира эксплуатируется, сдается в аренду. Тут уже на ваш выбор. Можно посуточно сдавать в тех домах, в которых это разрешено. Можно сдавать на месяц, допустим, на такой короткий срок, но более длительный, чем сутки. Либо сдавать на длительный срок. Некоторые не хотят заморачиваться, лучше сдать на год и все. Она сдается, приходят какие-то деньги. Выставлена в продажу. Единственное, что вы должны договариваться с хозяевами, сразу написать в контракте. Точнее, не с хозяевами, а с временными хозяевами, которые пока у вас арендуют, чтобы можно было посмотреть квартиру. Потому что если она стоит на продаже, то покупатели хотят смотреть ее. Поэтому вы должны это сразу обговорить. Потому что не получилось так, что вы ее выставите на продажу, а потом человек, который у вас снимает, скажет, что вы меня постоянно беспокоите. Я не хочу, чтобы хоровод ходил и смотрел, как я тут живу. Это очень важный момент. Вы должны это сразу обговорить. Но можно договориться, что это должно быть не более чем раз в неделю. Еще какие-то там условия. Ну, например, для посуточной, когда квартира сдается посуточной, это удобно, потому что всегда кто-то выезжает. Там есть какое-то время, допустим, человек выехал в 11, а в 3 заезжает. Вот есть время, когда можно посмотреть, можно подобрать время, когда приедут и посмотрят. Конечно, когда на длительный срок квартира снимается, здесь сложнее. Потому что у человека могут быть дети, вещи личные. Не каждый захочет, чтобы приходили и разглядывали его личную жизнь. Потому что он снял, и надо еще уговорить, договориться. В общем, тут немножко сложнее. Ну, вот такая вот информация. Так что бизнес-план ждите, бизнес-план будет. И также сделаю информацию по налогам, точно по продажам. Я вот сейчас просто вернусь домой, сяду, возьму, открою. Справочник, есть такая газетка, журнальчик. Майамские все бизнесы. Она у меня лежит на полочке. Достану этот бюллетень и просто отправлю всем бухгалтерам, плюс еще несколько бухгалтеров у меня есть в телефоне, на e-mail вопросы по налогам при продаже квартиры. То есть налог сам на недвижимость, который надо платить каждый год, он понятен, он везде есть в базах, это все открыто. А вот по продаже самой немножко разнятся сведения. Я с двумя бухгалтерами разговаривал. Одна говорит одно, другая говорит другое. Поэтому вот это меня немножко смущает. Я хочу прям официальные ответы получить. Тогда уже, наверное, не от двух, а от большего количества. И тогда уже поймем, где истина, а где не истина. Ну, вот такая вот информация. Так, а мне нужно было дальше поехать. А почему я повернул здесь?